Передо мной окаменелость. Это окаменевшая древняя рыба, сохранившаяся в камне, расколотом пополам. На земле находят миллионы окаменевших растений и животных. Когда-то они, конечно, были живыми, затем погибли. Как правило, это была моментальная, неожиданная смерть. В определенных условиях эти растения и животные сохранились. Обычно погибшее животное или растение после смерти окисляется при помощи бактерий и исчезает. Но в определенных условиях такого не происходит. Например, под водой. Так образуются окаменелости. Давайте посмотрим на эти окаменевшие останки. Что они нам могут рассказать о биологической истории Земли? Да. 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 На земле есть множество безмолвных свидетелей далекого прошлого. Не только человек помнит о прошлом. Память о нем хранит сама земля. Величественные горы, возникшие под действием чудовищных сил. Произведения искусства, созданные ветром и водой. Настоящие скульптуры, от немыслимой красоты которых захватывает дух. Они молчат. Они не могут говорить словами. Но если вы будете внимательными и проявите терпение, вы все же сможете услышать их историю. Подобно кирпичам в стене, выложенной мастером, наслаиваются пласты пород, образуя фантастические башни, входящие почти под облака. Именно эти пласты и расскажут нам лучше всего об истории Земли. Их тысячи, миллионы окаменелостей, превратившихся в камень живших когда-то растений и животных, подобных этой ископаемой раковине. Вот окаменевшие останки тысяч динозавров, погребенных в одной гигантской братской могиле. Почти сразу после того, как они погибли, их покрыла грязь и песок, поэтому кости не сгнили, они окаменели. Исследование этих останков, тщательно отделенных от окружающих их горных пород, дает нам представление об их гигантских размерах и огромной силе. Вот эта рыба. Как она сюда попала? Каким образом оказалась она в незапамятные времена, погребенные в толще скальной породы? Если у вас дома есть аквариум, у вас это несчастье случалось. Одна из рыбок погибла, всплывает наверх и затем быстро начинает гнить. В природе, конечно, смерть может наступить и другим путем, так или иначе, но очень скоро от трупа ничего не остается, если не происходит что-нибудь неожиданное. Так рыба может задохнуться под завалом грязи и песка, тогда она может окаменеть и превратиться в вечно ископаемое. Для этого требуется сравнительно короткий отрезок времени. То огромное количество окаменелости, которое мы находим на Земле, можно объяснить только всемирным потопом. Ученые попытались как-то упорядочить обнаруженное ими на Земле миллионы ископаемых останков. Они предложили порядок, который называется геологическим столбом. Первый слой, который, как полагают, отложился на кристаллической основе, называется докембрийский. Затем идет кембрийский, затем триасовый. Так мы доходим до четвертичного и выше, где находятся уже ископаемые останки человека. Очень важно определить возраст найденных окаменелостей. Это делается при помощи метода индексации. Обнаружено, что наиболее типичным для кембрийского периода животным был трилобит. Наиболее типичное для какого-то периода животное называется главными или индексами. В зависимости от их расположения в геологическом столбе определяется их возраст. Проблема в том, что найти подобный столб трудно, порой невозможно. Значит, надо искать другую систему определения возраста. Как сторонники эволюции определяют возраст окаменелостей, практически камней? Какой метод они используют, чтобы сказать, сколько лет этим костям динозавра? Важно отметить, что никто не доказал, что этим костям миллионы лет. Просто так считают эволюционисты. Если попросить палеонтолога-эволюциониста определить возраст какой-нибудь кости динозавра, скорее всего, он сделает следующее. Во-первых, он попытается определить, какому существу принадлежали эти кости. Затем он определит, в каком геологическом слое была найдена окаменелость. В-третьих, он определит возраст геологического пласта по геологическому справочнику. Тогда этот палеонтолог скажет, что этой кости, например, 100 миллионов лет. Он скажет вам, что определил таким образом возраст. Такая кость находилась среди горных пород возрастом в 100 миллионов лет. Однако, если мы спросим геолога, который написал справочник, откуда ему известен возраст породы, скорее всего, он скажет, что он уверен в том, что этой породе по крайней мере 100 миллионов лет, ведь в этой породе находят останки определенного типа динозавров. В результате мы делаем следующее. Определяем возраст пласта по возрасту окаменелости и определяем возраст окаменелости по возрасту пласта. Это называется методом косвенного доказательства, а такой метод никогда не считался высшей формой логики. Если, как утверждают сторонники эволюции, один вид постепенно переходит в другой, тогда мы обязательно должны найти останки промежуточных типов. Рыб с чертами земневодных, рептилий, у которых начинают расти крылья. Обо всем этом может многое рассказать доктор Дуэйн Гиш из Института творения в Сан-Диего. Вот что он говорит. Ископаемые часто используются сторонниками эволюции для доказательства своей теории. На деле же ископаемые противоречат теории эволюции. Скорее всего, они подтверждают концепцию непосредственного сотворения мира. Например, если бы теория эволюции была правильной, история окаменелости начиналась бы с простейших форм жизни, которые затем переходили бы во все более сложные. Естественно, если бы теория эволюции была правильной, существовало бы огромное количество промежуточных типов или переходных форм. С другой стороны, если права теория сотворения, история окаменелости начиналась бы уже со сложных форм жизни, не имеющих эволюционных предшественников. В этом случае мы не находим каких-либо промежуточных форм между созданными творцом основными типами или классами растений и животных. Давайте же посмотрим на историю окаменелости и узнаем, что она нам скажет. В кембрийских породах, которые, по утверждению сторонников эволюции, образовались около 600 миллионов лет назад, находится огромное множество весьма сложных форм жизни. Мы, например, находим там трилобитов. Они настолько сложны, что, по подсчетам эволюционистов, для их развития потребовалось бы 2000 миллионов лет. Если все это правда, тогда в докембрийских породах, тех скальных породах, которые обычно расположены ниже кембрийских, обязательно должны находиться эволюционные предшественники этих сложных беспозвоночных. Многие из этих скальных пород – идеальное место для сохранения окаменелостей. Никакие внешние силы не нарушали их покой. Что же мы находим в докембрийских породах? Мы твердо можем сказать, что нигде на Земле никто не находил эволюционных предшественников этих кембрийских животных. Точно так же не обнаружены предки губок, медуз, морских огурцов, морских ежей, морских звезд и других животных. Найдены, как полагают, окаменелости микроскопических бактерий и водорослей, крошечных одноклеточных существ, но не найдено промежуточное звено. Другими словами, эти сложные животные появились внезапно, уже полностью сформировавшимися, без каких-либо эволюционных предшественников. Конечно, это говорит в пользу теории сотворения. Эволюционисты также считают, что одно из подобных позвоночных стало предком других позвоночных, первыми из которых стали рыбы. Позвоночные — это животные, у которых есть внутренние скелеты или хребет, в отличие от беспозвоночных, у которых либо мягкое тело, либо панцирь. Полагают, что переход от беспозвоночных к позвоночным занял около 100 миллионов лет. Если это так, то мы должны найти множество окаменелых промежуточных типов. Что же мы находим? Пока не найдено ни одной промежуточной формы. Рыбы появились внезапно, полностью сформированными. Каких-либо предков рыб не обнаружено. К такому же выводу приходим мы и в остальных случаях. Нет промежуточных звеньев между беспозвоночными и позвоночными. Нет промежуточных типов между рыбами и земноводными. Нет промежуточных типов между земноводными и рептилиями. Нет промежуточных типов между рептилиями и млекопитающими. Короче говоря, вообще нигде никаких промежуточных звеньев никто не находил ни среди окаменелости, ни среди живых животных. Могли ли мы просто не заметить их? Рассмотрим один из важнейших этапов развития способности летать. Способность летать — вещь удивительная. Она требует координации работы мышц, мозга и суставов. Очевидно, что это плод творчества высшего разума. Но в соответствии с теорией эволюции, способность летать развилась постепенно и случайно в процессе борьбы за выживание. Способностью летать обладает четыре различных группы — насекомое, рептилий, млекопитающие и птицы. Что касается насекомых, то самое первое летающее насекомое, найденное в окаменевшем виде, имели полностью развившиеся крылья. Эти крылья целиком функциональны, как и у современных насекомых. Что касается летающих рептилий, теродактилей, то у них были огромные перепончатые крылья размахом более 15 метров. Нет сомнений, что если эти формы развились из нелетающих, бегающих рептилий, то должно быть множество, может быть, сотни переходных форм, у которых лапа постепенно превращалась в крыло. Но до сих пор не найдена ни одна переходная форма. Следи млекопитающих летающей формой являются летучие мыши. Это весьма специфическая группа млекопитающих. Их ископаемые формы найдены среди самых первых млекопитающих, и выглядели они точно так же, как и современные летучие мыши. В отношении насекомых, рептилий и млекопитающих все абсолютно ясно. Все, что мы здесь знаем и видим, говорит в пользу сотворения. Если бы была верная теория эволюции, то должны были бы существовать сотни переходных форм, а их не нашли. Другое дело — птицы. В этом случае эволюционисты считают, что они нашли, по крайней мере, одно свидетельство существования промежуточных форм. Это необычная птица — археоптерикс. У археоптерикса были крылья и перья, как у птицы. Но на крыльях были когти, на груди не было кости, киля, а в клюве росли зубы. То есть у нее было много черт, присущих рептилиям. Все это я говорил своим студентам, когда преподавал теорию эволюции в университете. Вот, идеальный образец промежуточного звена. Но давайте еще раз посмотрим на археоптерикса. Совершенно верно. У современных птиц нет зубов. Но ведь зубы были у некоторых ископаемых птиц. У некоторых рептилий зубы есть, у некоторых нет. Так что эта конкретная характеристика не играет решающей роли в проведении различия между двумя группами. Когти на крыльях? У некоторых современных птиц, например, у страусов, на крыльях есть когти. Отсутствие киля? Оказывается, у археоптерикса была очень массивная душка. То есть то место, где крепятся мускулы, обеспечивающие мах крыла. Кстати, перо археоптерикса имело стержень по всей длине. А такие перья характерны для хорошо летающих птиц. Большинство ученых уже не считают археоптерикса примитивным организмом. Они считают, что это была птица с сильными крыльями. И в случае с археоптериксом мы видим полностью развитые функциональные крылья. А где же переходная форма от лап к крыльям? Пример археоптерикса не объясняет нам, каким образом лапы могут превратиться в крылья. Перья? У археоптерикса были полностью развитые перья, имеющие все необходимые крючочки и гнезда для их крепления. Опять же, не намека на то, как чешуя может превратиться в перья. Кстати, несколько лет назад мы нашли кости обычных птиц в том же самом геологическом пласте, где был археоптерикс. Те экземпляры археоптерикса, которые мы располагаем, не могли быть предками тех птиц. Похоже, что и в этом случае все доказательства говорят в пользу сотворения мира. Различные виды птиц сосуществовали на протяжении всей истории, о чем нам говорят их ископаемые станки. В моих лекциях я использовал еще один пример, популярный у сторонников эволюции. Это лошадь. В этом случае, казалось бы, можно проследить переход от одной формы к другой. На протяжении истории из маленького животного с несколькими пальцами лошадь превратилась в крупнокопытное животное. Однако более подробная информация заставила нас отказаться от такого представления. Размеры животного не имеют большого значения. Сейчас научились выводить лошадей всего сантиметров сорок высотой. Что же такое так называемая ранняя лошадь? Сейчас мы уже знаем, что это вовсе не лошадь. Это что-то вроде горного барсука или кролика, то, что ученые называют жиряк. Вообще-то официальное название его — горокотерий. Это животное действительно предок, но не лошадей, а горных барсуков и кроликов, которые живут и до сих пор. А как насчет промежуточных форм, показывающих, что количество пальцев на ногах постепенно уменьшалось? В этом случае, как и в других, мы находим, что все промежуточные формы покоятся в том же самом геологическом пласте. Это значит, что они жили в одно и то же время и не могут быть предками друг друга. Все это напоминает водоем где-нибудь в Африке, где в одно и то же время обитают самые разные животные — с одним пальцем, с несколькими пальцами и так далее. Большой каньон — одно из самых удивительных мест на свете. Жаркая, сухая, бесплодная пустыня, простирающаяся на сотни миль. Геологические пласты здесь видны, как слои пирога. В основном это осадочные породы, остающиеся после того, как убывает вода. Потом вода вновь прибывает и оставляет после себя еще один пласт. Геолог Арт Чадвик из Калифорнийского университета Лома-Линда провел много времени в каньоне. Он тщательно изучал каждый геологический слой и время от времени публиковал результаты своих изысканий в геологических журналах. Вместе со своим ассистентом он проводил измерения на местности. Каждый из геологических пластов рассказывал ему свою историю. Большой каньон характерен тем, что все геологические пласты здесь отчетливо видны. Сами по себе эти пласты ничем не отличаются от тех, что встречаются в других местах на Земле. Но здесь они прослеживаются на глубину до полутора километров. Это земные пласты, которые в других местах можно видеть только с поверхности. Научные поиски привели нас к расположенному немного на запад ручью Монад-Нот. Тамис утес, высотой почти в 240 метров. В этой зоне осадочная порода можно найти не только на вершине скалы, но и вокруг нее, и под скалой. Это значит, что по крайней мере 150-180 метров воды покрывали это место в то время, когда откладывались эти породы. Отложение пород сопровождается огромными затратами энергии. Значит, все подобные процессы являются энергетическими. Обычно считают, что геологические пласты откладываются другим образом. Но на самом деле они отложились очень быстро. Мы не хотим сказать, что весь столбот сложился за очень короткое время. Но все это соответствует представлению, что каждый конкретный пласт сложился практически мгновенно в результате процесса, называемого мутными потоками. В последние 30-40 лет явление так называемых потоков считается наиболее важным фактором в процессе отложения осадочных пород. Их главная отличительная черта — то, что они возникают очень быстро. Осадочная порода откладывается на площади до 100 тысяч квадратных миль. И каждый час они возникают на площади 50-60 квадратных миль. Значит, в каждой конкретной области за короткое время можно накопить большое количество осадочных пород. Это меняет наше представление о том, как породы отложились здесь, в Большом каньоне. Но геология не только подтверждает, что большинство пластов каньона образовались быстро, под напором толщи воды. Она говорит, что процесс эрозии также был очень быстрым. Каньон не мог сформироваться в результате медленной эрозии, что составило бы миллионы лет. Видимо, каньон образовался в результате катастрофы. Приверженцы теории сотворения мира считают, что эти геологические формации образовались в результате глобального наводнения, произошедшего во времена Ноя. Вот выветривающиеся скалы на побережье Атлантического океана у города Сан-Диего в Калифорнии. Они свидетельствуют о колоссальной энергии, которая заключена в движущихся массах воды. Если бы задать вопрос, мог ли потоп привести к таким значительным геологическим изменениям? Ответ, безусловно, да. Что вызвало потоп? Каким образом мир оказался погребенным под толщи воды? Мы не знаем точно. Но в Библии сказано во втором послании Петра, в третьей главе, что тогдашний мир погиб, будучи потоплен водою. Слово «потоплен» в английской Библии — это на самом деле греческое слово «катаклизм». Другими словами, речь идет о глобальном катаклизме, в результате которого изменилась вся геология, география и топография Земли. От Большого каньона переходим к другому средоточию ископаемых остатков. Это угольные пласты. Уголь — это черное золото, добываемое из недр Земли. Что такое, собственно, уголь? Уголь — это остатки огромных масс перегоревшего растительного материала. Во многих месторождениях основным ингредиентом угля является волокно от коры гигантских древних деревьев. В течение веков уголь спрессовался и окаменел. Эти почерневшие останки деревьев служат нам ценным источником энергии. Сейчас каменный уголь нигде на Земле вновь не образуется. Поэтому ученые заинтересовались, при каких обстоятельствах могли сформироваться его огромные запасы. Каким образом сформировался уголь? Этим вопросом занимался геолог и специалист по углю Стивен Остин. Есть две теории происхождения угля. Одна — теория болота, другая — теория наводнения. Первый утверждает, что деревья, из которых получился уголь, много миллионов лет назад росли на болотах. Эта растительная масса образовала толстый слой торфа. Этот торф спрессовался и затвердел. Получился уголь. Вторая теория — теория наводнения или потопа. Она говорит, что все эти деревья не росли на месте будущего месторождения, а были принесены туда откуда-то. Другими словами, их принес поток воды. Месторождение угля обычно находится в осадочных породах, погруженных в воду. Обычно это огромное количество ископаемых морского происхождения. Стивен Остин изучал угольные месторождения в Соединенных Штатах и выявил, что угольные пласты образовались на дне океана, а на поверхности воды в то время плавала огромная масса растительности. Такая плавучая шапка состояла из целых выкорчеванных лесов, деревьев и кустов, снесенных чудовищным потоком воды. Масштабы катастрофы сопоставимы только с Великим потопом. Древесная масса, в том числе и оставшаяся от стволов кора, погружалась на дно, в то время как ветры, волны и течения носили по морю плавучую массу растительности. Постепенно накопились несколько слоев древесных обломков. Потом они оказались под слоем грязеобразных осадочных пород, впоследствии окаменевших. В некоторых местах можно увидеть, что целые стволы ископаемых деревьев пронизывают пласты угля или других осадочных пород в разных направлениях. Сколько же нужно времени, чтобы растения превратились в уголь? Многие считают, что для этого требуется тысячи или даже миллионы лет. Однако они ошибаются. Представление о том, что для образования угля требуется долгое время, не подтверждается геологически. В лабораторных условиях можно получить уголь довольно быстро. Давление не может считаться основным условием формирования угля. Во многих местах, в особенности в восточных районах Соединенных Штатов, угольные пласты перекручены и деформированы. Это значит, что они подвергались чудовищному давлению. Тем не менее, нельзя считать, что там сложились идеальные условия для формирования угля. Более важный фактор — температура. Почти все в настоящее время согласны с этим. Превращение растений в твердое черное вещество можно объяснить тем, что когда-то они подверглись кратковременному нагреванию. Каким же выводом мы можем прийти в результате? Совершая наш экскурс в природу в поисках ископаемых, мы узнали следующее. Во-первых, уголь может легко сформироваться из растительной массы под действием высокого давления и высоких температур в течение нескольких часов или даже минут, в зависимости от температуры и давления. То есть не требуется длительного времени для образования угольного пласта. Во-вторых, мы не нашли никаких промежуточных форм, которые должны существовать в соответствии с теорией эволюции. Если все это так, то никаких научных фактов, опровергающих идею сотворения мира, не существует, как и в отношении глобальной катастрофы, в результате которой погибло множество растений и животных, чьи останки мы сейчас и используем в качестве научных аргументов. Таким образом, фактов против теории сотворения нет, зато существует множество аргументов против теории эволюции. Здесь, в Большом каньоне, приходит конец и нашим поискам. Кончается день, солнце клонится к закату. И невольно задумываешься, если на нашей прекрасной земле, так любовно созданной Богом, могла произойти подобная чудовищная катастрофа. Не может ли она повториться? Библия говорит, что это произойдет. Земля предстанет перед судом, но на этот раз ее охватит не потоп, а огонь. И снова это случится из-за грехов и злодеяний рода людского. Можно ли спастись? В Библии говорится, что каждый, кто отдаст свою жизнь в руки Сына Божьего, Иисуса Христа, будет спасен. Благодаря милости Божией, в любое время вы можете принять это решение и получить спасение на все времена. Пожалуйста, не медлите, ведь никому из нас не дано знать, в какой день или час наступит конец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok